Чемпион на ринге и сама скромность в жизни, таким предстает перед камерой Влад Туйнов. В свои 18 он уже двукратный чемпион России и с недавнего времени чемпион Европы. Копилка кикбоксера насчитывает порядка 20 побед на профессиональном уровне. И в этот раз Туйнов одержал верх. Борьба на ринге развернулась за пояс чемпиона Европы по версии WKU. У нас был план продышать 5 раундов, но если будет момент, надо им воспользоваться. Я подошел к тренеру, помню, в угол, и у меня Андрей Владимирович спрашивает, как ты себя чувствуешь. Я говорю, ну так, дышится нормально, но я думаю, что подвигается раунд в два. И два раунда мы так подвигались, просто я был более точнее, больше пытался попадать. Чемпионская схватка состоялась в рамках бойцовского вечера в столице Австрии и Вене. Соперником Туйнову стал чемпион Сербии по К1 Никола Чемеза. Поединок прошел в весовой категории до 71 килограмма. Все пять раундов «Орловчанин» работал первым номером, не отдавая преимущества сопернику. Уже за первую трехминутку соперник «Бриллианта» побывал в нокдауне. Последующие четыре раунда, завладев центром ринга, Туйнов четкими ударами встречал оппонента. Порой Владислав даже успевал поиграть с соперником, опуская руки. В свою очередь вместо техники Чемеза показал, что держит удар, принимая все на себя. Ну и как результат, судьи единогласным решением отдали победу «Орловчанину». Этот бой был хорошо проведен, как тренер сказал, на четыре. И мне это радостно, что положительная оценка была. Свою победу юный чемпион посвятил семье. Этот бой я хотел посвятить своей маме, потому что он очень сильно меня переживает. И своей девушке, потому что они очень сильно нервничали, потому что боялись. Но не всегда это переживают очень сильно. Но этот бой в особенности, потому что он в первую очередь титульный. В следующий раз уже в статусе чемпиона Европы Владислав Туйнов выйдет на ринг 23 апреля в рамках турнира W5 Kitek. Противостоять «Орловчанину» будет 23-летний суринамец Седрик Манхуф. Андрей Деркач, Олег Фомин, телеканал Первый областной.